Сейчас вот немножко отвлекусь на масочку. Первым делом, вот если у вас перестало закрываться, срабатывать стекло, да? То есть оно там за тысячные доли срабатывает, секунды. Если у вас такая поломка произошла в маске хамелеон, делаем, смотрим сюда. Вот мы приготовили, приоткрыли крышечку. Вот, под крышечкой есть батареечка. То есть эту батареечку стоит поменять. То есть ломаться тут особо нечему, маски ходят долго. Хамелеоны очень удобно вообще в эксплуатации. Вот так вот выглядит новая масочка, да? То есть очень удобная. То есть, как вы видите, через эту маску всё видно. То есть вы можете просто, как бы не снимая маски, прицелиться. То есть это освободит вам руки лишний раз. Вот, как вы видите, чтобы вы видели скорость срабатывания. Вот я просто сейчас чиркну зажигалкой. Видите, как быстро срабатывает. Ну и болгарка, лучшая подруга козовщика. Как бы все мы знаем, что в основном пользуемся такой моделью, да? Ну, я имею в виду формы болгаркой. Есть ещё, ну, такая средняя чуть побольше. То есть, ну, две основные фирмы. Это Makita и Bosch. Ну и сразу скажу, мы взяли болгарки одинаковой цены. То есть стоят они одинаково. Так что какую-то больше хвалить, какую-то меньше смысла нет. Скажу про Bosch. В этой модели, 850 ватт она, в этой модели есть плавный пуск. То есть машинка запускается плавно. И также есть регулировка оборотов. То есть вы можете сделать меньше, можете больше. На Makita плавного пуска нету. И регулировки, соответственно, тоже нету. И сейчас мы разберём потроха ради такого случая и посмотрим. Разберём внутренности. Как вот вы видите, сейчас я вытащу. Вот, самый большой плюс, один из больших плюсов, что здесь стоит подшипник. Да? Вот вы видите. И вот этот подшипник нижний меняется очень легко. Достаточно вам снять вот эту вот шайбочку крепления, да? Вытаскивается и меняете с той стороны подшипник. Ещё огромным плюсом является, обратите внимание, что здесь идут шестерня, косая, что гораздо крепче в прямых зубьях. Что касаемо у нас Makita, да? Переходим на Bosch. Ищем тут плюсы. Ну, сразу скажем минус. Минус в том, что, как видите, шестерни здесь прямые. И то есть при резких ударах, да, такие шестерни ломаются. Менять её сложно. То есть меняется она полностью. Вот вся эта байда. Либо специальный пресс вот этого выпрессовать. Но если вы не занимались, вы этого, скорее всего, не сделаете. Но плюсом здесь является, что здесь есть вот такая пластиночки регулировочные, да? То есть пластиночку ты убираешь, так же садишь. И можешь ещё доработать при износе редуктора. Ещё какое-то время сможешь поработать. Пока ты поищешь запчасти. То есть ты уже будешь знать, что она у тебя скоро накроется. И пошёл искать запчасти. И пока работаешь. И здесь вот вы видите втулочка. Здесь не подшипник идёт, а втулочка. Это, конечно, неплохо. Но подшипник, как вы сами понимаете, лучше. Ну, вот посмотрим по Бошу. Ещё есть один такой плюсик. Вот, если посмотреть щётки в Боше. Вот видите, вот этот медный такой штучка, да? Это называется выстрел, как бы предохранитель. Если, да, вот это. Если щёточка дорабатывается, то есть до определённого момента остаётся там какой-то миллиметр, да, срабатывает выстрел. То есть там отстреливается такая типа пружиночки. Щёточка приподнимается над якорем и пропадает контакт. То есть болгарка останавливается просто, как будто бы её выключили из розетки. То есть меняем щёточку без последствий разбитого якоря. Ну и посмотрим Макиту. В Маките тут стоят обычные щёточки. Вот, как вы видите. То есть выстрела здесь нет. Такая щёточка дорабатывается до конца. Провод попадает в якорь, если вы не следите, да? И вы можете повредить якорь. Машинка выйдет из строя. Ну и тут уже выбор за вами, да? Ещё хочу сказать. Вот Макитовские щётки, да, как бы родные, они ходят гораздо дольше, конечно, чем Бошевские. Бошевские ходят при жёстких условиях, ну, три месяца, может, четыре, да? При жёстких и постоянных работ и эксплуатации. На Маките они могут проходить год. Да, ну, речь идёт как бы о именно этих моделях, которые я вам показал. То есть другие мы пока обзор не делаем, да? Может быть, попозже сделаем. То есть, получается, у вас выбор такой, что либо вы работаете дольше щётками, да, но с вероятностью, что у вас щётка может попасть, если вы не будете следить. А, как правило, знаете, в гараже не особо следишь за инструментом, потому что нужно работать. Это просто отвлекает. Просто забываешь. То Бош вам отстрелит, когда надо, и скажет, что пора идти в магазин и менять щёточки. Щёточки можно купить в запас и, то есть, поменять, когда это потребуется. То есть, щёточки идут. Щёточки лучше брать оригинальные. То есть, на оригинальных щёточках вот есть, как бы, выстрел, да, на Бошевских и на Макитовских. То есть, там графит немножко другой. Если вы возьмёте неоригинальную, то там графит мягче и он стачивается быстрее. То есть, такой графит долго ходить не будет. Они, конечно, подешевле, но долго ходить не будут. Тут ещё плюс к тому, что вы за ними можете не уследить. Вы привыкнете к оригинальным. Вы знаете, что они у вас ходят там, да, полгода смело. Знаете, сколько отработали. Купили неоригинальные. Они у вас за месяц фук и стёрлись, а в этот момент проглядели и спалили якорь. Выкинули болгарку. Ну, сейчас такую ещё небольшую информацию вам дадим более подробную. Ну, давайте начнём с того, что... Ну, давайте с якоря начнём, да. Вот, как вы видите, если сравнить два якоря... Вот сейчас я вот так возьму, сяду сюда. Сравнить два якоря, да. Бошевский, он немного толще, но Макитовский, он длиннее. То есть, мощность примерно у них одинаковая, так как одно другое, как говорится, компенсирует. Этот длиннее, а этот толще получается. На Боши, то есть, по бронированию якоря, оно немножко, конечно, слабее, да, чем на Маките взять. На Маките, даже если вот сюда камешек попадёт, то есть, она выдержит. Такой якорь более защищённый. Ну, чтобы не позорить, так уж совсем Бош, да, засирать. Скажу, что в других моделях Боша, это вот я с другой модельки взял, бронировка тоже отличная. Статтера тоже, статтеры тоже бронированные, защита у них хорошая. Вот, как мы видим, это у нас Бошевская и Макитовская. Ну, кто электрики, тот сообразит, да, как бы я показал. Ну, и на Боши, вот на данной модели, да, стоит вот такой пуск плавный с регуляцией. То есть, в Маките такого нету. А мы речь ведём именно об этих моделях. То есть, ну, вот сейчас, чтобы убрать щёточки, я покажу. Это у нас Макитовские щёточки, да, идут оригинальные. Ну, по ручкам. Здесь идут, как бы, модели не особо дорогие, ручки идут обыкновенные. То есть, она удобная в руке, это у нас идёт Бош и Макита. Ну, Макита гораздо удобнее, но тоже ручка обычная, не антивибрационная. В Маките ключик, да, для откручивания. Ключик гораздо такой, у него и рычаг побольше, и он выглядит помощнее. То есть, он немножко круче, чем это на Боши. На Боши, как видите, ручка чуть-чуть послабже. То есть, не очень удобно, если честно. Но если, как бы, оригинальное, обратите внимание, и в этой машинке, и в этой силиконовый провод. Это очень удобно, особенно, если вы работаете на морозе. Так, ну и здесь, вот, как вы видите, на Маките. То есть, все вот эти запчасти отдельно продаются. Зубцы у нас идут косые. То есть, они не так боятся ударов. То есть, удары распределяются равномерно по всей плоскости. И гаечки, то есть, они антипробуксовочные, да. И, как видите, вот сам размер гайки, которая зажимная, она очень широкая. То есть, рычаг хороший. Ну, а на Боши идут, как бы, прямые зубья. Это хуже немножко. Ну, как бы, такие запчасти есть. Не дефицит. Ну, и гаечки. А еще вот важный момент. В таких недорогих моделях, да, кожухи идут, ну, вот, с гаечкой. Просто зажимные. Они не быстросъемные. Возьмем еще вот такую болгарку. Она чуть повыше класса. Это АЭГ. Идет у ней 1200 Вт. Тоже плавный пуск есть. Есть регулировка. Обратим внимание, шланг, ой, провод здесь тоже идет силиконовый. И он длинный. Очень. Идет антивибрационная ручка уже. Как бы машинка уже мощная считается. И быстрая гайка. То есть, быстрый съем гайки. Еще здесь идет вот, как бы, и здесь вот, как бы, быстрый съем идет на саму болгарку. Вернее, на, быстрый съем идет на защиту болгарки. То есть, вот так вот его можно и прокрутить, как хотите. То есть, и так же его можно и снять. То есть, вот, гаечка. То есть, не надо ничего крутить. Очень удобная машинка. Ну и еще две машинки возьмем тоже Makita и Bosch. То есть, это уже более серьезные машинки. Более помощнее. На этом Bosch у нас, значит, полтора киловатта. И на Makita 1400. Как бы разница не особо ощущается. Ключик здесь тоже, заметим, тоже мощный. Но Bosch тут с ключиком, конечно, лоханулся. Что-то они такие маленькие поставили. Здесь тоже есть плавный пуск на Bosch. Регулировка оборотов тоже присутствует. Антивибрационная ручка уже стоит. Так как машинка все-таки мощная. Также с быстросъемом. Вот видите, тут нажимается. Быстрый съем идет кожуха. И кожух регулируется. То есть, нажатием кнопочки вы можете его сразу подвинуть. Либо снять вообще. Гаечки здесь тоже идут с антипробуксовочкой. Тоже широкая гайка. А, и еще, да, вот такой. То есть, на такого класса машинки уже здесь есть плавный пуск на Makita. Да, в отличие от того, что я до этого показал. И регулировка оборотов. Также есть быстрый съем. То есть, регулировка. И тоже такая мягенькая антивибрационная ручка. То есть, очень удобно. Такую машинку тяжело убить. Так, еще хотел бы вот такой вариант. Как вы заметили, здесь есть регулировки, да. Но на этих машинках электроника уже немножко другая. Вот вы если поставили на единичку, да. Там вот у вас количество оборотов 2800, да. То есть, независимо от того, как вы будете ее прижимать, с какой силы, она так и будет держать у вас 2800 оборотов. То есть, она сама добавляет себе мощности, если ей не хватает. Как бы это относится и к Бошу, и к Маките. Эти параметры у них одинаковые. Но чтобы было вам понятнее, да, водителям. Вот как круиз-контроль. Знаете, вот вы поставили на 90, да. Она у вас и едет, машина держит 90. Если ей не хватает мощности, она ее добавит, но скорость будет держать ту же. Так же и здесь. Как бы вы ни отжимались, если вам нужны маленькие обороты, но сила прижимная нужна больше. Смело давите, и она будет держать у вас именно те обороты, которые вы выставили. Если вы заметили вот на некоторых шлифмашинках, да, когда мы полируем. Там мы поставили вроде на 1000 оборотов, но начинаем прижимать, машина тухнет, тухнет, тухнет и глохнет. Здесь такого не будет. То есть она будет поддерживать именно заданную вам обороты. Еще пройдемся по самому бюджетному варианту. То есть пройдемся сначала вот с такой машинки. Она самая дешевая. Обратите внимание, что вот здесь написано 1250 ватт, да. Такого просто не может быть для такого размера машинки. Короче, это говно. Но как бы работать ей можно. Обратите внимание, шнур здесь тоже не силиконовый. То есть ручка здесь страшненькая, неудобная. Ну, как бы работать-то можно. Ну и ключик такой, так себе. То есть работать такой машинкой можно. Она у вас поработает. То есть, как бы взять ее можно типа вот на замену, на подмену, если что. То есть, и вот машинка Крафт. То есть у ней 880 ватт. Ну и как вы видите, можно сравнить. Она и пошире, и по весу она гораздо тяжелее. И ручка тоже тут не особо. Ну, это бюджетный вариант. То есть, и, конечно, неудобные вот эти вот кожухи вообще. Чтобы его снять, это геморрой. Ну и Риоби. То есть, из машинок такого класса, то есть, я считаю, она самая лучшая. То есть, антивибрационная ручка идет. Ключик вот прячется сюда в ручку. То есть, удобно, уже люди продумали. То есть, здесь есть датчик. То есть, загорается, есть питание или нет. Быстрый съем идет кожуха. И по мощности она 950 ватт. Ну, как бы заявленная мощность, скорее всего, есть. Машинка тяжелая. Шнур здесь тоже силиконовый. А, нет, шнур тут, да. Шнур тут обычный. Но, как бы, машинка уже более серьезная. Конечно, видите, она прорезиненная. Машинка удобная. Ну и плюс, эстетические такие вот свойства. Ой, извиняюсь. Чемоданчик тут такой для нее есть. То есть, в чемоданчик можете идти, эски там положить. Ну и саму машинку положить в чемоданчик. Очень удобный. Ну, то есть, выбор, опять говорю, за вами. Какую машинку выбрать? По цене, по надежности. То есть, уже чисто ваш выбор. Ну, а на сегодня все, как бы. То есть, выбор остается за вами. То есть, как бы, мы не рекламировали какую-то именно фирму. Просто показали плюсы одной фирмы, плюсы другой, минусы одной, минусы другой. То есть, выбор за вами. То есть, что-то и какая-то информация нужная для вас состоялась, да? На следующем обзоре мы покажем по сварочным аппаратам, по инверторным полуавтоматам. И расскажем, кое-какой обзор будет хорошая тема. Есть по ремонту небольшому. То есть, по замене, по плюсам-минусам рукавов. Ну, и, наверное, немножко поговорим о проволоке. То есть, ну, о проволоке, как бы, я много не знаю. Но то, что знаю, расскажу. Потому что тоже вопросы есть. Вопросов очень много по проволоке без газа. И по проволоке, которая варится с газом. То есть, это будет в следующем нашем обзоре. То есть, телефончик Саше я дам в описании. Можете ему позвонить, как найтись. Ну, тем, кто в Бресте. То есть, вам будет найти его просто. Подойти, что-то он посоветует. То есть, и выберите. Все, что вам надо. Ну, а на сегодня все. Всем добра и бабла. Спасибо. Спасибо.